Здравствуйте! Так уж складывается, что для человека важно хоть как-то иметь представление о будущем. Но жизнь очень непредсказуемая, и то, о чем человек думает, мечтает, строит планы, может в один момент рухнуть. Как человеку жить дальше, если все его ожидания разрушились в одночасье? Сегодня вместе с нами Евгений Кафтанов, священнослужитель, психолог. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я предлагаю поговорить о прошлом, настоящем и будущем. Такая философская тема. Евгений, скажите, пожалуйста, важно ли для человека представление о своем будущем? Ну, наверное, это не просто важно, это какая-то такая некая естественная необходимость, потому что, чтобы элементарно мне понимать, что делать сегодня, я имею всегда примерное представление о том, что будет завтра. Поэтому важно, наверное, знать, что примерно будет завтра, что будет в будущем, чтобы правильно строить свои действия сегодня. Однако, наверное, здесь стоит тоже оговориться, есть два подхода или два типа людей, как строить будущее. Есть способ построения своего будущего, это как такой прогноз, а второе – это примерное планирование своего будущего. В чем у них разница? Мы знаем из жизни прогнозов погоды, что прогнозы, они всегда имеют свойство не сбываться. И вот если человек строит жизнь так, что он свое будущее не просто планирует примерно, но он строит прогнозы, то всегда будет такой момент, что он всегда будет, эти прогнозы будут не сбываться, и он все время будет попадать в такое состояние стресса, разочарования в жизни, потому что то, что он прогнозировал, оно не сбылось. Так, по идее, чаще всего и бывает. А вот на основании чего человек строит свое представление о будущем? То есть он же не просто так берет и прогнозирует, он же что-то анализирует, прежде чем сделать прогноз. На основании чего человек строит свое представление о будущем? Ну, тут тоже разные мотивы в жизни человека бывают, как человек строит свое будущее. Ну, на мой взгляд, самый важный фактор – люди часто прогнозируют свое будущее на основании своего прошлого. Вообще, мне кажется, как я замечаю, в жизни есть два типа людей. Третий, который я потом в конце скажу, наверное, наиболее, кажется, самый меньше всего встречающийся, который как раз-таки было бы лучше, если бы такие были люди. Но я наблюдаю два типа людей. Первый – это те, которые живут все время в своем прошлом, как бы они в нем зациклены, живут своим прошлым до того глубоко, что даже они не просто его смакуют, свое прошлое. В прошлом трава была зеленее, пломбир вкуснее, девушки моложе, но они и пытаются то прошлое, пытаются сохранить, привнеся его в настоящее. Наверное, самый яркий пример, который мы можем даже набрать сегодня, сейчас будет скоро Новый год праздноваться. И я не знаю, как сейчас, я не смотрю как по телевизору, но, сколько я помню раньше, всегда такой главным таким был главный номер Нового года – это вспоминания прошлого. Так называемые старые песни о главном. Это обязательно будет крутить по телевизору, наверное, иронию судьбы, операцию «И». Вот это на самом деле ничто… Ну, а почему телевидение понимает, что люди всего этого хотят, а это на самом деле ничто иное, как попытка вернуться в прошлое. То есть это попытка, это прошлое притянуть свое настоящее. Есть еще такая одна картина, я сейчас не помню, к сожалению, автор, кто ее нарисовал, но она очень впечатлительная. Такая, можно ее загуглить в интернете, называется «Празднование Нового года на кладбище». Там такая интересная картина, когда, ну, кладбище, там, кресты, памятники, и сидит возле могилы сидит бабушка, которая и ждет свечку, и стоит маленькая елочка. А на заднем фоне этого кладбища там город, который празднует Новый год. Это яркая картина того, как человек не может жить настоящим, он в это настоящее притягивает свое будущее, хотя оно уже, наверное, это будущее было связано с этим человеком, который умер. Прошлое, наверное, притягивает свое прошлое. Вернее, прошлое, как бы, да, и его уже не воскресить, но она хотя бы даже вот так пытается это сделать. И, на мой взгляд, вот такой подход жизни, вот это зацикливание на своем прошлом, он мешает жить настоящим. Потом, второй момент... Но ведь человек все равно не может представить будущее, не имея какого-то прошлого опыта. Да, это правильно. Так устроен человек, что он все равно планирует свое будущее, опираясь на прошлое. Но попытка повторить то прошлое, она никогда не получится. Поэтому в этом случае, опять-таки, возникают два таких капкана, что ли, заблуждения. Во-первых, очень часто такие люди в жизни, они все время, все, что не видят нового, они все время пытаются как-то это обличить. Да, вот это такой яркий поколение, когда старое поколение обличает новое, молодое поколение, там, за неправильную, якобы, музыку, там, неправильную, может быть, одежду, да. Опять-таки, это не что иное, как попытка приукрасить то прошлое, которое у него было. Если говорить о психологии, то, опять-таки, что это может быть? Очень часто, когда, допустим, у человека было негативное прошлое, там, какая-то дискультивная семья, допустим, какой-то негативный опыт в школе, он, опять-таки, тоже с собой, бывает, несет его в свое будущее, да, и он таким, прогнозирует свое будущее таким пессимистичным, что оно будет опять-таки таким же, как оно было в детстве, не знаю, в семье, очень часто в настоящем, даже, то есть, как будто не смакуя прошлое, даже пытаясь избавиться от своего, может быть, прошлого, но человек даже, бывает, выстраивает свои семейные отношения, опять-таки, опираясь на опыт прошлого, опыт своей семьи. Очень часто можно заметить такую интересную вещь, допустим, маленький ребенок, там, не знаю, который растет в семье алкоголиков, может говорить, когда я вырасту, я никогда таким не стану, а потом вырастает, и ты смотришь, что он повторяет ту же самую модель семьи, что и родители, и только возникает такой нонсенс, казалось бы, человек сам страдал в детстве от такого поведения семьи, и сам же, когда стал взрослым, то же самое поведение, как бы, дарит своим детям, да, хотя он понимает, что для них это будет несчастьем. Поэтому, как бы, вот выстраивание, вот такое отношение к этому прошлому, вот такое обожествление, я бы сказал, прошлого, да, оно мешает строить будущее. С другой стороны, когда мы говорим, то есть, а есть, есть, ну, как бы, другой капкан этого прошлого, когда человек думает, что вот так же будет хорошо, как в прошлом, допустим, ну, к чему я хочу подвести. Надо понимать, что будущее у каждого человека, оно, как бы жизнь не менялась, оно все равно будет таким, какой оно есть, неплохим и нехорошим. Таким, каким оно будет. Таким, каким оно будет, да. Но другой капкан, который тоже люди попадают, и они все время думают, что в будущем будет все так же, как и в прошлом. То есть, все те же самые любимые люди будут его окружать, да, все те, все то же самое, что хорошее было в прошлом, оно будет и в будущем. Это, как раз-таки, такое некое построение прогнозов. Но мы знаем, жизнь меняется, и, к сожалению, в будущем умирают наши близкие, наши родные, те, с кем было связано наше прошлое счастье. И так устроена жизнь, к сожалению, в это будущее это с собой не возьмешь. Жизнь меняется, люди меняются, судьбы меняются. И вот этот прогноз построения будущего счастья на основании прошлого, оно тоже может привести к таким разочарованиям. Да, к разочарованиям. Но, тем не менее, человек, когда имеет представление о будущем, он может понимать, что многое может измениться, в одночасье все может поменяться. Но, тем не менее, пока у него, хоть есть маломайское представление о том, каким будущее будет, это мотивирует его жить, двигаться, достигать определенных целей. Но раз, и теперь он не видит будущего. Вот что-то случается, что-то происходит, да, и часто такое бывает, да. Раз, и теперь он не видит, каким будущее будет. Что происходит с человеком, когда его представление о будущем рушится? Ну, это, наверное, как бы есть, вот то слово, которое мы называем, да, как бы, кризис. То есть, что такое кризис? Это когда старые модели поведения не работают в новых реальностях, да. Опять-таки, как раз-таки, тот опыт прошлого, который не работает в сегодняшнем, настоящем, как бы, или который мы понимаем, что он уже в будущем, завтра он будет неприменим. И у людей, ну, депрессия, стресс, да, как бы, земля уходит из-под ног, человек не знает, как дальше ему жить. Что ему делать. Что вообще ему делать, да. Ну, это такая трагедия, наверное, да, крах жизни человека возникает вот в этот период, да. Но человек же не может жить и мотивироваться мыслью о том, что моё будущее в любой момент может разрушиться, моё будущее в любой момент может стать совершенно непредсказуемым, да. Это же человек не будет мотивировать жить. Вот, если будущее действительно в любой момент может разрушиться, на что тогда сегодня ориентироваться, да, человеку, чтобы это мотивировало его к жизни? ну я бы так наверное такую пытался форму вывести первое это благодарить за свое прошлое то есть действительно как бы ну мы не можем как бы просто выкинуть это прошло да как бы то есть хотя как бы сказал что как бы не совсем правильно прогнозировать будущее исходя из прошлого но благодарить его за то что она есть этот опыт есть какие-то негативные моменты есть можно там за них как-то проработать не знаю богу отдать но вот оно есть и все нужно и такая как искал в самом начале это естественно как-то в голове примерно держать свое будущее как она примерно скорее всего будет не могу примерно представить что завтра я проснусь какие-то шаги что я буду делать да как бы если тем более моя работа допустим связана с каким-то планированием то есть это планы строить но я бы сделал больше бы акцент на сегодняшнем настоящем очень так часто бывает человек живет смакуя прошлое и мечтая будущем мечтая о будущем забывает она совершенно пропуская в настоящем в это время там растут его дети да дети ребенок прибежал домой там со школы там счастливы там не знаю щенка при 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 принес там радуется вместо того чтобы с ребенком в это время тоже порадоваться он в это время там где-то завис прошлом вспоминает там как там было хорошо в его детстве да или он там сопереживает а что будет завтра да ну есть такая хорошая песня что жизнь это миг да между прошлым и будущим а вот эта настоящая жизнь которая вот в этот миг совершается она как пропускается потом в итоге это приводит тому что человек вырастет знаю постареет и он будет вспоминать смаковать как было хорошо в прошлом когда там вот ребенок прибегал с этим с этой школы не знаю там щенком там вот как это было здорово еще вспомнил но 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 сам факт что он он не пережил ту радость полной мере которая была вот тогда и посудила тут это такой это такой вечно такой вот этот как правильно сказать такой вот этот узел такой замкнутый круг когда человек все время живет в прошлом переживает за будущее забывая опять таки даже может быть вот в сегодняшней старости прожить до счастливой жизнью мы очень часто но я вспоминаю свое детство пример у меня во дворе всегда сидели такие бабушки которым там исполнялась там 50 лет там не знаю 55 они выходили на пенсию одевали платок пальто и садились на лавочку то в эту в эту в эту длинную череду и такое ощущение ждали своей смерти так вот себя уже приготавливать сидели и смаковали свое прошлое и осуждали там девушек не знаю там да еще кого-то там молодежь кто-то там не вписывается то прошлое хотя может и я замечал что многие такие бабушки жили по 20-30 оселены это лавочки за это время можно было бы не знаю там построить свое настоящее и пережить еще не меньше счастливых моментов не менее интересных которые они переживали своей молодости потому что бог сделал так что человек способен пережить моменты счастья в любой период жизни не только до период детства и там период молодости но и настоящее поэтому я бы делал такое чтобы благодарить вы за свое за свое прошлое молиться и планировать с богом свое будущее но жить и переживать наслаждаться счастливыми моментами настоящего да в конце то есть так вкратце мне нравится мне два нравится текста хотя будущем мне нравятся текстов еще написания из книги пророка исаи когда бог говорит мои мысли не ваши мысли то есть наши если на если наши мысли часто строятся из прошлого нашего из каких-то страхов то угрыд мои мысли не ваши мысли мои пути пути не ваши да то есть доверие богу своего будущего мы не знаем как бог повернет завтра нашу судьбу и она точно будет непредсказуемо на самом деле не такая прогнозируемая. Второй момент. Мне нравится место из книги «Экклесиаста», 9 глава, стих 11, когда «Экклесиаст» говорит, что непроворные добегают до цели, и немудрые постигают знания или богатства. Он говорит, что время и случай. Что такое время и случай? То есть это умение увидеть свои сегодняшние перспективы в этом времени. К примеру, жизнь на самом деле очень сложная, она постоянно меняющаяся. Происходят различные кризисы в этой жизни. И будущее, она несколько раз в жизни может быть, как будто бы уходить из-под ног. Но если я буду жить настоящим, пытаясь увидеть перспективу сегодняшнего дня, то есть что есть у меня сегодня, что я могу, что у меня из этого есть, какие перспективы сегодня, как я могу это применить в сегодняшнем настоящем, так, чтобы быть счастливым. И делая акцент на сегодняшнем дне, наверное, мы будем гораздо более счастливы. Что будет завтра? Я не знаю, что будет завтра, но я знаю, с кем это будет завтра. Если оно будет с Богом, то Бог что-то усмотрит. Для меня лично это вот такой путь спасения, именно делать акцент на сегодняшний день. Может быть, как раз и это тоже имел в виду Христос, когда говорил, не забудьте себя о завтрашнем дне. Для каждого дня достаточно своих забот. Ну да. И не только забот, но и всего того прекрасного, что сегодняшний день нам несет. Спасибо, Евгений, большое. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. Мы от всего сердца желаем вам испытывать радость в настоящем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова